Действие разворачивается в голливудском Лос-Анджелесе. В последнее время спокойствие в городе ангелов нарушает безжалостные убийцы русских эмигрантов. Эта ситуация может стать причиной международного конфликта. Выйти на след убийцы способен только полицейский в совершенстве владеющий английским и русским языками. Поэтому в расследовании серии убийств решено подключить лучшего сотрудника московской стражи порядка. Я считаю, что фильм удался и удался не только и не столько из-за каких-то моих талантов, а из-за того, что всегда рядом со мной стал Шелдон Летич. Он был продюсером на проекте, но также знаменитый режиссер. Он делал лучшие фильмы «Ван Дамма», «Самоволка», «Двойной удар», он делал фильмы «Дольфа Лунгрена», «Сталлоне». Шелдон следил за тем, чтобы мой режиссерский дебют удался и не слишком напугал кинокритиков. В фильме герой Александра Невского безжалостно убивает главаря банды-грабителей, ворвавшихся в банк средь бела дня, Матеаса Хьюза. Вне экрана обладатель черного пояса по карате и кикбоксингу, жизнерадостный, добрый и отзывчивый человек и давний друг Невского. Я считаю, что это очень важная роль. Несмотря на то, что за мою карьеру я играл более полусотни плохих парней, мой герой – просто сумасшедший убийца, у которого нет сосредоточения никому. А безоружному герою Невского с легкостью удается войти в помещение, говорить со злодеем и ликвидировать всю банду. Кстати, я поделюсь небольшим секретом. Сейчас Александр планирует снимать новый фильм. Здесь, в Сочи. И город может стать маленьким Голливудом. А это самая молодая героиня фильма. Она появляется в начале киноленты и исполняет роль заложницы в банке. Полина Буторина уже привыкла к камерам, журналистам и с легкостью отвечает на все вопросы. В свои 12 лет она уже стала настоящей звездой экрана. Полина – актриса, телеведущая, модель и певица. На съемки ее клипа как раз в Сочи приедет ставший ее другом диджей Грув. В олимпийскую столицу Полина Буторина приехала впервые. И первое, что ей удалось посетить, стал кинотеатр «Люксор Аймакс». Именно здесь прошла премьера «Черной розы». Я уже была на премьере в Москве, тоже в «Люксоре». У вас я уже видела прекрасный большой кинотеатр. Я уже в него заходила. Там очень красиво, много мест. На самом деле, я не очень волнуюсь. Премьера уже была в Москве. Мы ее представили. Сейчас представим в Сочи. И я надеюсь, что зрителям понравится и они оценят наш фильм. После общения с журналистами актеры дали автограф и провели фотосессию. Кульминацией стало традиционное для «Люксора Аймакс» мероприятие. Звезды экрана Александр Невский, Матиас Хью составили отпечатки в своих ладонях и стоп на гипсовых плитах, которые пополнят коллекцию на площади достижений крупнейшего в Сочи кинотеатра.